Здарова, ребята! Apple выпускает четвертую бета-версию iOS 16.4 и в этом видео мы с вами смотрим, что в ней нового. Подпишитесь обязательно на наш телеграм-канал, только там самые быстрые, самые свежие новости из мира Apple, ссылочка в описании. Размер этой бета-версии всего лишь 406 мегабайт. В вашем случае она может как быть больше, так и меньше. Все зависит от устройства. Наряду с этим Apple выпустила также четвертые бета-версии для iPadOS 16.4, macOS 13.3, watchOS 9.4, tvOS 16.4 и homepod OS 16.4. Номер сборки этой версии 20e5239b. Также в этой бета-версии была обновлена прошивка модема, соответственно улучшили работу от сотовой сети. Ну а теперь давайте говорить про нововведения. Для меня большое обновление это как раз таки то, как мы будем с вами получать эти бета-версии. Apple сказала, что теперь нам нужно регистрировать свой Apple ID и конкретно устройство для того, чтобы получать бета-версии, но пока никаких изменений нет. Также мы можем выбрать с вами какую бета-версию можем получать, либо для разработчиков, либо публичную бета-версию. Также Apple удалила мой профиль разработчика. Раньше он находился в настройках VPN, а теперь здесь просто VPN и все. Но есть возможность этот профиль опять добавить. Но я так понимаю, что после каждого обновления системы этот профиль будет удаляться. Если вы зайдете в настройки основные об этом устройстве и войдете во вкладку действия гарантии, то они снова обновили значки для сопутствующих устройств, которые были привязаны к вашему, вот например в этом случае, айфону. Теперь это не пиктограммы, а конкретно изображение того устройства, которое у вас подключено. На мой взгляд так смотрится очень симпатично. Надеюсь они так в финале и оставят. Если мы зайдем в приложение книги, то у нас будет с вами новая заставка, но она не так сильно важна, как те изменения, которые у нас с вами есть в приложении книги. Об этом я уже говорил в своих прошлых видео. Теперь у нас с вами появилась возможность перелистывать страницу как раньше во времена iPod Touch 4 поколения. Это было очень круто, теперь это опять вернули. В этой бета-версии появляются действительно интересные нововведения, но к сожалению для пользователей из России они пока недоступны. Например в приложении Apple TV конечно же у нас вышел Ted Lasso, я уже посмотрел первую серию, очень здорово, обязательно посмотрите, я вам рекомендую. Ну и также если вы живете в Штатах, то у вас появилась вкладка MLS, соответственно можете смотреть футбол по подписке. Опять же говорю доступно только для США, ну и всем Канада, там Мексика, вот эти все супер страны. В коде были найдены изменения, которые говорят о том, что Apple Pay будет запущена в Корее, соответственно это также к нам не относится. В своих прошлых видео как раз таки я уже говорил про те нововведения, которые нам будут доступны в iOS 16.4, повторяться я здесь не буду, только скажу коротко. Будут доступны новые моджи, настройка для всегда включенного дисплея будет немного обновлена, будут доступны новые виджеты, обновили шорткаты, также появится Apple Music Classic, но опять же не для пользователей из России, также обновили приложения подкасты, также была обновлена архитектура для умного дома, ну и Safari получил пуш-уведомления. Если вы зайдете в хранилище iPhone, то у вас самая нижняя вкладка, которая называется системные данные. В этой версии iOS она как раз таки очень мало места занимает, всего лишь 6 гигабайт. Напомню, что системные данные хранят как раз таки кэш устройства, приложения и так далее, но именно эта бета-версия очень сильно уменьшает размер этого кэша. Если у вас телефон с небольшим объемом памяти, то как раз таки эта версия iOS прям для вас будет хорошо. Если мы зайдем в релиз ноут этой бета-версии, то мы с вами увидим обширный список изменений, то что Apple поправила в бета-версии 4. Стала более стабильная работа iCloud, ну и также приложение DOM. В общем список обширный, я думаю, что как раз таки эта бета-версия, да и вообще релиз iOS 16.4 будет направлен как раз таки на большую работу под капотом. Наши айфоны с вами будут работать более стабильно. Как я говорю практически во всех своих видео, производительность на бета-версиях никак не отличается от финального релиза. Напомню, что у меня iPhone XS и он работает очень круто, очень быстро, плавно. Ничего не лагает и не тормозит, все приложения открываются стабильно, все здорово, замечательно работает. Несмотря на то, что это не новое устройство, работает оно очень стабильно. И у меня нет никаких предпосылок, что на релизе это устройство будет работать хуже. Ну а теперь давайте смотреть на результаты Geekbench. В синглкоре красивая цифра 1111, а раньше было 1116. Не совсем большие отклонения, в общем в пределах нормы. Ну а в мультикоре было 2623, а стало 2536 соответственно. Исходя из этих цифр, производительность чуть-чуть уменьшилась, но опять же говорю, не совсем критично. По работе от аккумулятора совсем неплохо, около получаса, наверное, где-то я снимаю это видео и было 96%. С учетом того, что у меня постоянно включенный экран, я что-то на телефоне делаю, плюс тест Geekbench, я думаю, что батарейка плюс-минус точно так же работает, как и на предыдущей версии. Если вы ждете, что после того, как вы обновите свое устройство на эту бета-версию, у вас батарейка стали держать намного лучше, то это, конечно же, не так. Да и вообще не надо ждать какого-то суперчуда, что вы сейчас обновите свой iPhone и батарейка будет держать как раньше, когда вы только-только купили свое устройство. Стоит ли ставить эту бета-версию прямо сейчас? Ну, наверное, нет. Именно девелопер бету я вам не советую. Бету для разработчиков ставят только те люди, которые не боятся каких-то багов, фризов. Ну, а можете поставить публичную бета-версию, хотя не за горами релиз. Я думаю, что уже, наверное, на следующей неделе нам покажут релиз-кандидат, ну, а там не за горами релиз iOS 16.4. Подпишитесь обязательно на канал, чтобы не пропустить новые видео. Я буду с вами прощаться. Дальше больше. Здоровья всем. Пока.